Всем привет! Будет новый влог. У нас суббота, 11 часов утра. Мы на самом деле недавно позавтракали, я только все разгребла, перемыла. И как вы думаете, что я буду делать? Томик пошел на прогулку с детьми, а я остановлюсь готовить обед. Вот, ничего особенного. Мне захотелось приготовить что-то домашнее, очень простое, быстрое, без каких-то там специальных заморочек. Иногда просто ломаешь голову, чем накормить всех, чтобы все остались сыты и довольны. Потому что я не знаю, как у вас, но я, допустим, люблю, когда много овощей, а мой томик не воспринимает это как полноценный прием пищи, если нет мяса. Так что будем запекать курицу с овощами, с картошечкой, пойдем на кухню, быстро накормим семью, а потом я покажу вам кое-что интересное. У меня есть две очень классные приправы. Вот такая для курицы, она более как бы классическая. Вот это для гриля, для барбекю. Она очень хорошо подходит для всего, что вы хотите там поджарить. Она очень интересная, такая как бы с дымком. Точно есть паприка. И я не то чтобы боялась, что она детям не понравится, но у меня было большое количество курицы, так что я разделила это все. Натерла хорошенько бедрышки и куриные ножки отдельно вот этими приправами. Полила оливковым маслом и поставила мариноваться где-то час. Они у меня стоят, но если у вас нет времени, то тоже вообще не парьтесь. Дальше нарезала картофель вот такими кубиками. Морковь. У меня где-то пять маленьких, ну небольшие, хотя вот посмотрите, довольно большое количество. Также есть лук-порей. Если у вас нет лука-порей или он сейчас у вас дорогой, то можете взять, например, красный лук. И у меня один лук-порей такой среднего размера. Вы же можете взять, например, две-три небольших луковицы именно красного цвета. Она как-то нежнее и такая же сладковатая. Когда запекаем, нам еще понадобится розмарин, лимон, чеснок. И я вот растопила масло ги. Никак не могу запомнить, как оно читается, но вы можете взять или оливковое, или обычное. Если у вас нет вот этих приправ, то заменяйте на соль, перец и чеснок. Натирайте тоже, ставите с оливковым маслом немножко мариноваться. Теперь я начинаю выкладывать. Если фокус новая камера, я все переживаю. Соль в мельнице у меня закончилась. Возьму самую обычную. Посыпаем все. В зависимости от того, насколько соленую вы любите. Теперь на вот эти куриные бедрышки, где у меня красная приправа, я выкладываю лимон. Что-то я больше нарезала, чем планировала. Но тоже можете обойтись. Если любите розмарин, то добавляем и розмарин. И в конце берем или растопленное сливочное масло, или вот как у меня, выдавливаем туда 2 зубчика чеснока. И поливаем овощи. Ого, как много у нас должны были быть гости, но они к нам не доедут. Будем дольше это все есть. Запекаем при температуре 200 градусов. Включаем обычный режим. Если вам нравится поджаренное, то переключаем на гриль уже в конце, буквально несколько минут, для того, чтобы появилась золотистая корочка. Ой, я уже не могу держать. Понесла в духовку. Дома стоит восхитительный аромат. Томак зашел, говорит, это будет что-то вкусное. И относительно просто, потому что ставим в духовку. И еще я должна сказать, что несколько раз в течение часа я перемешивала овощи, чтобы они не подгорали. Ну все, я побежала звать своих мужчин, потому что все очень голодные. У нас уже похолодало, поэтому я достала свои любимые трикотажные костюмчики с шерстью от СЛР. Я ношу их не первый год. И СЛР не хотят, чтобы я замерзла в холодное время года. Поэтому порадовали меня еще двумя. Вот такой у меня есть в красном цвете и в сером, в более холодном. Я сейчас покажусь вам в зеркале, как это выглядит на мне. Я обычно заказываю себе размер С, и он очень хорошо сидит. А посмотрите, это такой жизнерадостный, солнечный, красивый желтый цвет. Здесь кардиган и штанишки. Я его еще не распаковала, не примеряла. Сделаем это вместе. И также у нас для вас будет конкурс. Как обычно, условия самые простые. Заглядывайте в инфобокс и утепляйтесь к осени и зиме. Пойдем к зеркалу. Вы себе не представляете, как сильно я недовольна этой камерой. Это Mark III. Но сейчас разговор не об этом. Костюмчик. Белый костюмчик я давно ношу. И он, знаете, и в первый мир, как я люблю говорить. Можно надеть на прогулку с ребенком, в поездку, в горы, в магазин выбежать дома. Если вам, конечно же, не жалко, у меня есть несколько. Так что я из них не вылезаю, пока за окном холодно. Есть разные костюмы и с горлом, и с таким V-образным вырезом. И с вот таким горлышком. Также есть просто хлопковые. У меня есть и те, и другие. Они хорошо носятся у меня. Нет никаких нареканий. Давайте посмотрим, как выглядит желтый. А я буду самым ярким человеком в Кракове. Наверное, ярче меня будет только солнце. Этот костюм вызывает только положительные эмоции. Брючки здесь с высокой посадкой. Когда холодно, это очень важно. Посмотрите, они довольно плотненькие. Кардиган также. А это моя любимая модель. Кто помнит влоги с прошлого года. Я постоянно была или в сером, или в таком алом. Очень люблю его за то, что здесь высокая горловина. То есть я ношу его уже без шарфа. Очень часто я набрасываю пуховик или просто куртку. И куда-то бегу, даже не застегиваюсь и не мерзну. Так, это я не беременна. Это у меня здесь завязка. Я просто обмолвилась, что мы думаем об этом. Если мы решимся, то я с вами поделюсь. Я не вижу смысла скрывать. Но пока что нет. Я думаю, что в ближайшем времени, в ближайшие месяцы нет. В общем, костюмчик выглядит таким образом. Очень хорошо будет смотреться как со светлой обувью, так и с черными ботинками, с такими более грубыми. Кстати, так я не носила. Обязательно начну это делать. И такая универсальная расцветка, которая не сильно пачкается. Вот так выглядит пряжа и вязка вблизи. Видите, и не слишком плотный костюм, но и не тонкий. То есть он не просвечивается. И я оставлю вам все ссылочки внизу на мои любимые модели. Обязательно заглядывайте. Ну а мы продолжаем. Я думаю, что мой влог я уже продолжу во Франции. Так что из такой семейной, уютной, ароматной атмосферы мы перемещаемся в чарующую Францию. Поехали! Доброе утро из Франции. Из Лазурного берега. И вчера вечером были закрыты шторы. Я даже не предполагала, что у меня здесь будут трехметровые окна в пол. И Буржуа. Это, собственно, бренд, который меня сюда позвал. Спасибо вам огромное за подарочки. И, конечно же, за письмо, написанное от руки. Это всегда миллион раз приятнее, чем распечатанное. Мы с Викулечкой и Ковкой вчера так долго сидели, поздно вернулись домой. Все проспали сегодня, так что я быстро собралась, успела даже подготовить какие-то наряды, чтобы в течение дня переодеться. И быстренько все пакую. И теперь бегу к ней на завтрак, потому что завтрак – это очень-очень важно. Мы едем смотреть город. Идем. На таком транспорте мы еще не катались. У нас просто несколько дней невероятных сюрпризов. Сегодня в центр Сент-Ропе мы приехали на вот таких ретро-машинах. Я даже не знаю, как их назвать, потому что это напоминает и машинку для гольфа, и кабриолет, и что-то в ретро-тематике прокатились с ветерком. Обалденно! Утро начинается с разговоров о коже. Мы находимся в небольшом, но очень знаменитом производстве в Сент-Ропе. Здесь делают кожные изделия, сандалии, обувь, с поколения в поколение. И именно в этом месте нам презентуют новинки для кожи. Этот тональный крем уже завоевал польский рынок. Я видела много отличных обзоров и от покупателей, и от блогеров. Очень хвалят девчонки именно с комбинированной жирной кожей. В ассортименте буржуа не было такого стойкого тонального крема с полуматовым финишем, который легко наносится на кожу, не ощущается и замечательно держится. Также в линейке будет консилер, стойкий с такими же характеристиками и вот такая штучка два в одном. Как бы тон в стике, который можно использовать для дополнительного покрытия или растушевывать в качестве тона на все лицо. Вот. И это одни из сандалий, которые производятся именно здесь. И здесь вот образцы кожи, у них и материалы, и качество. Все удерживается на таком же хорошем уровне. И несмотря на то, что у них хотели бы купить материалы и люксовые бренды, они все равно придерживаются своих традиций. Это просто удивительно. Все до сих пор делается вручную. Не на какой-то огромной фабрике, в самом сердце Сент-Рапай. Мне настолько понравились Викулины сандалии, что я попросила себе такие же. Смотрите. Вот этот милый мужчина помогал подбирать. У нас полушек просто сейчас. Смотрите, мне сделали два вида. Как можно носить так и так, спереди и сзади. Давайте мы вам покажем. Вот так я сразу даже не заметила. А можно вот так. Вот видите, крестика один и два. Так или так носить. Тебе удобно? Очень просто. Я не постараюсь чистым. Ну, а теперь у меня есть такие же. Это очень забавно. Но когда блогеры собираются вместе, ну, как бы, да, семья в сборе. Но эти сумки на самом деле немножко отличаются. Но вот в реальной жизни можешь ходить просто неделями и ни разу не встретить никого с похожей. Да, с блогерами всегда... Да, много-много лет тому назад Сантропе была спокойной, тихой рыбацкой деревушкой. Потом это место облюбовала богема. Сюда начали приезжать очень богатые люди. Вообще этот город и лазурное побережье считается таким элитным курортным местом в Европе. Оно славится восхитительными пляжами. Здесь красивое чистое море. Сейчас оно довольно прохладное. В октябре оно славится своими восхитительными пляжами, классной погодой, конечно же, морем и архитектурой. Сейчас здесь практически нет людей. Очень тихо, спокойно. Но говорят, что вечером здесь проходят самые шумные вечеринки с брызгами шампанского, с весельем до утра. Но мне показалось, что здесь, так знаете, очень уютно и спокойно, потому что очень мало людей на улице. Буржуа не перестают удивлять. Всегда мы прилетели на вертолетах. Потом у нас была прогулка на лодках. Девчонки летали на парашютах. Я боюсь высоты, поэтому в этот раз я отказалась. Возможно, когда-то я все-таки попробую и удастся перебороть страх высоты. Пока что нет, спасибо. Режим бабушки. Мы катались на машинках. И потом у нас также будет вечеринка на яхте. И сейчас у нас снова прогулка на очень красивой яхте. Яхта — это довольно дорогое удовольствие. Интересно наблюдать за командой, которая ухаживает за ней. Потому что часто хозяева приезжают несколько раз в год. Но яхту нужно содержать в чистоте, в порядке. И говорят, что именно содержание яхты стоит очень дорого. Не столько, сколько покупка ее. Как будто даже специально для нас вышло солнце. Наконец-то мы остановились. Относительная тишина. Девчонки все общаются, беседуют. И у нас проходит презентация вот таких палеток для глаз. Я видела их на страничке Буржуа Париж. И вот это такая в бежевых цветах. Века уже чем-то накрасилась там. Говорит, они очень красиво сияют. Вторая палетка более холодная. И очень красивый шумер. Третья палетка в таких смелых очень оттенках. Я бы сказала, в цветах земли. Потому что все они натуральные. И хотела бы смотреться на всех типах внешности. Ой, как круто! Я пришла в номер. А у меня здесь все. То, что нам сегодня презентовали. Тон, консилер, помады, палетки и даже больше. И я как раз взяла с собой мой новый штатив. Я сейчас его разложу. И попробуем с вами сразу же и накраситься. Та-дам! Ножки становятся в пять раз больше. Сейчас поставлю сюда камеру. И увидимся с вами. Перед поездкой меня так знатно обсыпало. Что я даже не помню, когда что-то такое было в последний раз. То ли на нервной почве. То ли это какая-то аллергическая реакция. Но из ухода я ничем новым, прям вот на днях не пользовалась. Я выбрала себе оттенок 125. Вот, знаете, ходишь, все нормально с лицом. Когда что-то важно, и тебе нужно быть без косметики. А уж тем более выглядеть хорошо во время съемок. Ну, получите, распишитесь. Бывает и такое, нечего расстраиваться. Чем больше себя накручиваешь, тем больше это все распространяется по лицу. Конечно, обидно, но ночью поделать. Будем замазывать и ждать, когда это все пройдет. Я набрала с собой много разных уходовых штук. От прыщей именно. Ну, хоть протестирую. Работают или нет. Это уже и так чуть лучше. Слушайте, по-моему, он неплохо перекрыл большинство точек на лице. Каких-то несовершенств. И он не ощущается на лице маской. Но чувствуется, что застывает. Возьмем консилер. Широкая цветовая линейка. И каждый сможет выбрать себе нужный оттенок. Наконец-то! Так, я возьму себе что-то более желтое. Это такое первое впечатление. Конечно, я сделаю вам обзор чуть позже. И мне нужен какой-то такой желтоватый оттенок. Наверное, возьму ванилла 200. И скрываем синяки. Вечеринка пройдет на яхте. И говорят, что она будет до последнего. Но так как нам с Викой вылетать, выезжать из отеля, поскольку в 7 часов утра еще нужно собрать вещи. Гулять мы не будем. Ну, не планируем, во всяком случае. Завтра будет более свободный день. Хотим пошопиться в Париже. Если я найду где-то в продаже очки Селин, я буду очень счастлива. Потому что я давно хотела бы их купить. Я не знаю, как вы, а я явно вижу разницу до и после. Как два разных человека. Пудры Буржуа у меня с собой нет. Возьму ее из палетки Hourglass. Купила ее недавно. Она сияющая. Очень красиво смотрится на коже. Но, к сожалению, подчеркивает текстуру. То есть, если есть какие-то несовершенства, прям, ну, бугорки, то это будет наоборот. На первом плане, после использования такой пудры, я выбрала себе палетку именно с румянами, с пудрой и с хайлайтером. У меня кожа сейчас неровная. Ну, знаете, мне как-то вообще пофиг. Путь будет неровная. Подумаешь. Зато мне будет комфортно. Потому что все остальные, такие матирующие пудры, я очень сильно ощущаю на лице. Не хочется кожу мучить. Так что вот так хотя бы на периферию нанесу сияшку. Грамульку такого бронзера-скульптора от Makeup Forever. Я его очень сильно люблю. Моя позорная палетка, которая ездит со мной. Тени здесь уже слегка побитые. Так как в ручной кладе я особо как-то бережно не обращаюсь с чемоданами. А если она лежит в общем багаже, то это капец. Их там так бросают. Еще, еще, еще от Bourjois у меня есть вот такая новинка. Это гель с фиброй. Какие они молодцы. Сразу положили мне самый светлый оттенок. То есть для блондинок, но там три цвета. Медиум для таких шатенок или темненьким девочкам, которые любят посветлее брови. И такой более глубокий третий. У меня это, наверное, первый, мне так кажется, да, блонд. Брови у меня слегка накрашенные. Так что я только освежу их. Освежу брови. Звучит страшно. Ну, короче, пройдусь оттеночным гелем, чтобы сделать их более яркими. Но я думаю, что самый классный эффект можно будет увидеть тогда, когда на бровях совсем ничего нет. Такие бровки я себе нарисовала. Продолжаем. У нас гости. Вика. Я вообще бомжа. У меня просто все умерло, разрядилось. Какая была вероятность того, что у вас обе зарядки сломаются? В последней поездке Вика или в предпоследней Вика из Германии тоже брала мою зарядку, только для камеры. Понимаешь, ты спаситель вообще. Не говори. Хорошо, я тебе напишу. Да. Вы знаете? Это несложно написать, потому что у меня все умерло. И то, на что можно написать, оно лежит в твоей комнате. Возьми. Ну ладно. Хорошо. Спасибо. Не за что. Еще румяша. У меня в комнате довольно плохое освещение и садится солнце. Хочу закончить снимать вот это коротенькое видео с макияжем. Не знаю, мне кажется, что это прикольно, когда такие реальные сборы куда-то. Так, и помада у меня в наверхе 11 из Вельветовой коллекции. Такая знаменитая. Очень красивый цвет. Я думаю, что он мне подойдет. Экспресс-макияж готов. Посмотрите, этот тон станет настоящим хитом. Я это говорю не потому, что я в пресс-туре с буржуа. Вот посмотрите, вспомните мои слова. Я выгляжу супер забавно с этим штативом в руках. Не хочу переставлять на другой. Короче, показываю вам свой наряд. Платье я купила в актуальной коллекции в Заре. Ободок у меня из H&M. И туфли тоже Zara. Они не белые, они такие чуть припыленные, скажем так. Возьму еще, наверное, тоже белый кладь, потому что другого у меня с собой нет. И вещи я не спаковала. Будь как будет, сейчас мы идем гулять. Приветики, мы переместились в Париж. И вот скажите мне, как в это можно не влюбиться? Я в очках, потому что я сейчас отправляюсь гулять. У меня есть несколько свободных часов. И я в восторге от моего гостиничного номера. Вот знаете, здесь все так просто, но со вкусом. И в ванной я готова, в принципе, жить. Сейчас вам тоже все покажу. Эти детали сводят меня с ума. И вот этот балкончик. Ну, как это может не нравиться? Меня, знаете, как туриста, здесь привлекает все. Наверняка есть много минусов в жизни здесь. И есть много сложностей. Но я обожаю сюда возвращаться. И каждый раз это новые эмоции, новые впечатления, новый опыт. И пойдем еще в ванную. Все в таком немножко ретро-стиле. Плитка здесь смотрится восхитительно. Это мрамор? Да, это мрамор. Вот всякие такие штучки. Вы знаете, что я просто фанат. Зеркало. Вот, знаете, просто как бы ничего сверхъестественного. Но мне это так нравится. Знаете, я не в курсе, действительно ли отличаются французские круассаны от остальных. Потому что я ела всего несколько в Польше. Я в них не специалист. Но когда я бываю здесь, я себя так и балую. А багеты я никогда здесь не пробовала. Нужно это исправить. У нас с Викой просто хелси-ужин. Мы шли и заметили это кафе по дороге туда. Теперь возвращаемся в отель на несколько минут. И нас сюда заманил аромат. Что-то такого осеннего, вкусного, теплого. Пахнет клип по типу нам шутом. Давай вот сидим у окошка и наблюдаем за прохожими. Где-то пару месяцев тому назад. Я сказала, что хотела бы снова оказаться в Париже. И причем устроить себе такой девичник. Теперь я с моей Викой всех. Фурт! Ту-стого страна. Вот таким видом. И с покупкой, которую я давно планировала. Мы как BFF купили себе по паре черных очков на все лицо. Но разных. 70% макияжа. Да. 10.30 вечера. А я ложусь спать. Потому что нужно будет встать в 5 часов утра. Очень рано начинаем снимать. А у меня тут под окнами, как видите, бурлит жизнь. Вы не поверите. 5 часов утра. Я стою в маске. В 6 ко мне приходит команда буржуа. Меня накрасят. Меня причешут. Меня оденут. И мы будем снимать день в Париже. Также поснимаем красивые локации. И я очень сильно переживаю. Сейчас включу какую-то музыку. Постараюсь как-то отвлечься в новый опыт. Я уже более фреш. Жду, когда ко мне кто-то придет. Смотрите, что я нашла в шкафу. У меня здесь есть сейф. И небольшой мини-бар. Даже кофемашина. Поэтому я заварила себе черный кофе. Потому что я привыкла вставать где-то в 6. В 6.30. А в 5 с непривычки. Ну, надо как-то перестроиться. Меня уже причесали, накрасили, одели. И мы выходим. Девушка-визажист была просто супер милая. Было интересно пообщаться. Ну, такой немножко другой стиль макияжа. Команда уже готовится. Последние штрихи. Вики докрашивают помаду. Потому что она будет представлять и помаду, и тональный крем. Вот такие кафе ассоциируются у меня именно с Францией. И вы не поверите, у нас сегодня будет 24 разных локаций. Здорово то, что мы все будем проходить пешком. Потому что относительно все места находятся близко друг к другу. И можно будет узнать что-то новое, посмотреть. И если у меня будет возможность включать камеру, я обязательно это сделаю. Разные цвета ресторанов. Но здесь они все настолько гармонично сочетаются между собой. И я немножечко даже завидую белой завистью тем, кто живет здесь. Интересно, вы это замечаете? Вот каждый день, когда вы ходите по улицам. Или к хорошему быстро привыкаешь. А вот там находится Сакракер. В прошлом году, летом, мы были на самой-самой вершине. Мы находимся на Монмартре. И перед нами Стена Любви. Она была создана каллиграфом и художником в 2000 году. И состоит она из 613, по-моему, плиток. Здесь написана фраза «Я тебя люблю». Целых 311 раз на 250 языках. Вот такой мне выбрали лучок на сегодня. Это все подбирала не я. Мне принесли красивое сочетание голубого, молочного и бежевого, песочного. Плащ мой. Вот эти ботильоны, они из манго, из новой коллекции. И здесь такой удобный, устойчивый каблучок. Осень здесь какая-то космически красивая. Вышло солнце. Опять же, по заказу. И вот смотрите, фишка этого парка в том, что стулья как раз вот так немного как бы разбросаны. И это так интересно смотрится. Я думаю, что этим кадром я могу себе позволить завершить свой французский влог. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, что вам было интересно. Если да, то не забудьте поставить пальчик вверх. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok